здравствуйте друзья спрашивает товарищ как я отношусь к тренингам всяким вот говорит там российской федерации сейчас там куча разных тренингов какие-то жулики или не жулики там как заработать 150 тысяч рублей за один день там я не знаю ну вот это еще не сами там где-то книжку прочитают или там другой на такой же тренинг сходят после этого сами начинают всякие тренинги это все ненаучно но и там критицизм такой происходит значит как я к этому отношусь но есть как бы во всяком деле есть как бы сказать мейнстрим такой да а есть какая-то там шушера набивается слева справа и тогда в принципиальном плане я так как человек который помнит советский союз да я вам скажу слава богу что можно вот учить тому чему люди хотят учиться вот это само по себе очень дорогого стоит раньше нельзя было так раньше тебе должны были все утвердить и при этом они же как утверждали вот когда ты приходишь а можно я вот хоть вот это хочу сделать первая мысль которая у них есть в голове это мысль к что этот гад хочет натворить понимаете у них нет мысли о том что человек хочет что-то хорошее что этот гад хочет натворить и вот они они тебя подозревают еще до того как ты что-нибудь такое сделал и так далее поэтому всякое общественное действие так которая находит ну отклик среди населения положительные и так далее это неплохо плохо когда какие чиновники бюрократы начинают решать за нас вот на какой курс нам ходить на какой нам не ходить вот это плохо конечно есть ситуации где допустим там угроза жизни людей или их здоровью и тогда ну конечно это это государство должно вмешаться и она должна того быть сертифицировать как-то или там лицензировать и так далее я вам расскажу случай интересный который со мной произошел в штате калифорния когда мы начали школу этой заниматься 20 лет назад у нас есть в штате калифорнии министерство образования department of education называется и все школы вот такие как наша тоже не я не говорю про обычно это вообще образовательное понятно но вот такие как мы можно сказать ремеслухи такие небольшие мы тоже находились под этим департам там по образованию и уж как они все кишки вымытывают на себе представить не можете сколько там всякой бюрократии и так далее ну действительно если мы смотрим с точки зрения школ это очень защищенное такое место и там все должно быть как сказать соответствие с буквами самых разных законов не с одной буквы эти много букв и вот ну и мы туда же значит соответственно все кишки вымыты ли потом лет десять назад в окей шинал эти кишин передали в ведение департаментов консюмер аферс то есть департаментов консюмер аферс занимается в основном чтобы никто не обижал потребителя можно можно так сказать по делам потребления потребителей и тут был митинг там большой собирали все школы там чего-то они хотели рассказать а ну а новых там фишках и был начальник этого департамента такой черный дядька симпатичный и я пробился к нему там в перерыве чтобы задать ему вопрос который меня беспокоил значит в то время я очень это знаете как рецессия была и все было плохо и не было возможностей таких и сяких я искал какие-то новые возможности чему можно учить так чтобы вот люди зарабатывать могли потому что я я учу того как зарабатывать на самом деле то есть software тестинг это область которой можно зарабатывать если была не она была бы другая как я бы этому тоже учил потому что я все время вот это вот это изучают и я тогда очень пристально изучал сетевой маркетинг и значит я знал много людей как очень очень приличных которые хорошо зарабатывали ну я не знаю там 60 70 80 от вот этого и в два и в три раза больше зарабатывали в год тысяч и и они были очень симпатичные очень приличные я видел массу такой шушеры непотребные что я вам буду рассказывать вы сами видели и вот значит да я читал литературу я я классиков нашел очень этичных и очень как бы интересных людей я думаю что же такое ведь есть зерно хорошая а превратилось все это какую-то ерунду непотребную и я подумал что происходит это потому что вот эти люди непотребные они учат новичков непотребностям всяким вместо того чтобы учить хорошим вещам правильным но короче была у меня такая идея завиральная сделать курс по сетевому маркетингу но я его так даже не назвал я назвал немножко иначе но но в общем я даже сделал программу и где как положено там ее утвердил в общем то но потом впоследствии утвердил но никогда мы никого не учили но меня интересовал вопрос можно ли в учебном заведении лицензированным обучать такой вот фигне который явно не профессия вот как ну как вождение трака или там допустим там даже тестировали программного обеспечения мы возвращаемся к теме о том что хорошо или плохо что люди учат там чему-то я пробился к этому делать я бы послушаю говорю вот я хочу такой курс предложить там по сетевому маркетингу ну я говорю вот с вашей стороны не будет возражений или препятствий каких-то и он так меня пальцем в грудь он говорит если ты говорит он будешь людей обижать и они будут жалобы на тебя писать вот тогда годы он говорит имей ввиду мы мы тебя в котлет превратим но если все довольны он говорит делай что хочешь понимаете если люди довольны ну и слава богу ну что такое почему кто-то должен прийти со стороны говорить это жулики а те не жулики а это еще то есть вы можете сказать что вам эти люди не симпатичны это правда но я хочу сказать что сама свобода сам факт того что можно свободно выйти и делать то что ты хочешь обращаясь к людям которые платят тебе собственные деньги и вот и никто тебе не мешает вот сам по себе этот факт на порядке дороже и важнее чем то что кто-то из них может быть чему-то не научному там научил или вы вам не нравится чем он научил чему бы человек не учил все найдется масса народу который скажет что он жулик что он не тому научил что это не научно там или еще чё-то вот уж казалось бы я-то учу ну ну придраться не к чему да но в чем вот собственно тестирование программного обеспечения чё там придираться сколько народа вам скажет что видимо жулики и что мы там не отрабатываем своих денег и то что можно на то что чего лучше можно бесплатно в википедии прочитать идиотов и таких несчастливых есть числа дай бог здоровья поэтому к чему я говорю на всех не угодишь но принцип но свобода понимаете слава богу что люди могут выйти с абсолютно любой ерундой которая кому-то там не нравится вам или мне не нравится а другим нравится давайте запретим диму билан давайте запретим еще кого-нибудь я помню он был вот этот вот дуэт академия да и еще так 90 и значит эдуард хиль возмущался он говорит кто позволил говорит он вот это и вот парочки назваться академия кто позволил слава богу что не нужно никого чтоб позволял вот назвали академия а могли назвать мистер твистер понимаете а могли назвать там я не знаю задних там попа с ручкой это их дело это их вкус это их опил к аудитории которые ходят там на их концерты и так вот вот я к этому так отношусь в той мере в какой это не ведет к потенциальному риску значит здоровье или жизни людей и идеально вот пусть чему хотят того и учат вы можете вот люди они там идиоты они учатся не тому чему там они люди они не больше идет и чем любой из нас лучшем я там или бы тоже будет еще кто то вот они часто хотят вот пусть этого хотят они хотят смотреть фигурное катание это не потому что они идиоты а что были бы умны и смотреть бы бейсбол нет им нравится фигурное катание им нравится дима билан им нравится попса и нравится рэп им нравится я там не знаю что им нравится классическая музыка ну и ну ради бога здорово же знаете здорово когда человек может пойти и слушать такую музыку какая ему нравится читать книжку какая ему нравится я не знаю там исповедовать религию которой он хочется исповедовать там или там ходить в секту какой пусть ходит в секту если хочет вы можете же это секты то чтобы ее так назвали а им хорошо еще раз пока не затронут общественный интерес в виде здоровья и жизни и тогда никаких проблем не вот я я бы так охарактеризовал вот сосредоточьтесь на том чего вы хотите изучать вот если вы хотите что-то изучать вот и изучайте на здоровье они пусть сами ничего страшного уж по сравнению с тем что они каждый день творят уж такая ерунда господи было почем говорить счастливо